Дорожное радио представляет Вместе за безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров Доброе утро! В студии Никита Леонов Вы слушаете ток-шоу «Вместе за безопасность» И у нас сегодня в гостях начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности полковник полиции Андрей Борисович Клименко Доброе утро! Здравствуйте! Утро доброго! Сегодня мы будем говорить о том, как Госавтоинспекция работает с неплательщиками административных штрафов Вот не секрет, конечно, что год от года в России совершенствуется система фото- и видеофиксации Камер на дорогах становится все больше и больше Не всем, конечно, это нравится Но, может быть, меньше нарушают? Есть у вас статистика какая-то на этот счет? Ну, от этой действительности никуда не денешься Действительно, дороги в нашей стране год от года оборудоваются все новыми системами автоматической фиксации Правонарушений в области дорожного движения Только в этом году камер на дорогах стало больше практически на 20% Их число достигло практически 20 тысяч Это в стране в целом? Это в стране в целом, да То есть 16,5 тысяч камер у нас стационарных И 3,5 тысячи передвижных А вот тоже любопытный вопрос Стали ли как-то российские автомобилисты Ну, более дисциплинированными В плане, что стали платить лучше Оплачивать штрафы Учитывая такое существенное увеличение камер Цифра увеличения количества административных правонарушений Она как бы сама собой закономерна Поэтому тут можно лишь констатировать Что наряду с увеличением зон контроля Автоматической фиксации У нас увеличилось и количество Пресеченных административных правонарушений За 11 месяцев этого года У нас зафиксировано уже свыше 154 миллионов административных правонарушений Причем 137 миллионов из них Зафиксированы камерами автоматической фиксации То есть такое существенное увеличение Год от года оно идет По сравнению с прошлым годом Наблюдаются увеличения также на около 15% Соответственно увеличивается и количество вынесенных постановлений И количество сумма наложенных штрафов Наверное, нужно понимать, нужно напомнить Что система штрафов, она носит, в общем-то, профилактический характер А как часто у автомобилистов случаются, я скажу так, рецидивы Ну то есть один и тот же водитель ошибается И нарушает в одном и том же месте Такое ведь бывает, причем несколько раз Хотя знает, что камера здесь есть Конечно, бывают и очень часто бывают такие случаи Но чаще всего, конечно, может быть не в том же самом месте Но допуская те же самые нарушения Наиболее распространенное правонарушение Это у нас превышение установленной скорости движения транспортного средства На величину от 20 до 40 километров Это порядка 80% всех зафиксированных правонарушений Такого рода Но следует констатировать, что среди общей массы У нас есть определенная их доля, которая совершает значительное количество правонарушений То есть по нашим подсчетам На сегодняшний день около 12 тысяч граждан имеют свыше 100 административных штрафов Некоторые умудряются совершить более тысячи правонарушений Я хочу подключить наших слушателей к нашей беседе Напомню, что можно связаться с нами по телефону 620-3770 Код Москвы 495 и задавать вопросы Также у нас есть WhatsApp номер Можете писать нам Плюс 7 909 907 1544 Ну и кроме того, во Вконтакте и в Фейсбуке Вы тоже можете принимать участие в обсуждении нашей темы И еще в социальных сетях мы для подписчиков разместили опрос Сегодня мы хотим знать, когда вы оплачиваете обычно штраф Вариант А Исключительно в льготный период Вариант Б Когда придется Кстати, как часто вот автолюбители в последнее время оплачивают штраф со скидкой в 50% Опять же, есть у вас какая-то статистика на этот счет? Скидка в свое время существенно простимулировала правонарушителей платить штрафы вовремя И даже быстрее, чем это предусматривает закон На сегодняшний день скидкой пользуются порядка 70% правонарушителей То есть значительное количество лиц Если в цифрах это 108 миллионов на сегодняшний день Правонарушители оплатило штрафы в этом году со скидкой То есть, как показывает практика, это довольно-таки стимулирующий фактор Гражданам нравится, милое дело, я сам иногда оплачиваю штрафы со скидкой Не собираются ли наши законодатели по какой-то, я не знаю, причине Может быть, взять и отменить эту историю со скидкой? Наверное, этот вопрос больше к законодателям Но, насколько известно нам, даже наоборот Такая практика, возможно, будет расширена Уже сейчас в Кодекс РФ об административных правонарушениях Внесены изменения в этом году Которые распространили действия скидки на реакт Других правонарушений, не касающихся 12 главы, не касающихся правонарушений в области дорожного движения А в проекте нового Кодекса административных правонарушений Работа, на котором сейчас ведется федеральным органом исполнительной власти Предусмотрено использование этой нормы Для широчайшего спектра правонарушений То есть практически все правонарушения смогут быть Штрафы за них смогут быть оплачены со скидкой Но, кстати, вот сейчас не все штрафы мы можем оплатить со скидкой Вот почему-то, например, за неправильную парковку я скидку не могу получить В чем причина? Объясните, пожалуйста Неправильная парковка, она регламентирована Штрафы за нее регламентированы кодексом субъекта Российской Федерации Так, в частности, в Москве есть соответствующая статья в восьмой главе В Кодексе Москвы предусматривающая ответственность за неоплату парковки Поэтому на сегодняшний день Кодекс Российской Федерации Предусматривает оплату в размере 50% при определенных условиях Штрафы за правонарушения в области дорожного движения Правонарушения, которые предусмотрены законодательством субъектов В области благоустройства территории Сейчас не относятся к этой категории Но вы говорите, что список будет меняться И все-таки в дальнейшем, возможно, все штрафы можно будет оплатить со скидкой Я правильно вас понял? Те правонарушения, которые федеральным законодательством предусмотрены, однозначно будут А те, которые законодательством субъектов, это дело каждого субъекта А то есть насчет парковки вы не знаете, как будет дело обстоять дальше? Конечно, это вопрос как раз к органам власти конкретного субъекта Потому что ответственность за неправильную парковку Она ведь не только в Москве, она и в других городах, крупных субъектах Поэтому это правонарушения довольно-таки распространенные И применять скидку за это правонарушение или нет, это дело каждого субъекта И еще на какие правонарушения скидка не распространяется? Могли бы вы напомнить? На сегодняшний день скидка не распространяется на такие правонарушения Как их условно можно поделить на три категории Это правонарушения, связанные с увеличенной ответственностью за повторных совершения То есть это повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке Повторное увеличение, превышение установленной скорости дорожного движения на существенную величину Проезд на запрещающий сигнал светофора Выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения Разворот через сплошную, так называемый Значит, вторая категория Это правонарушения, связанные с управлением транспортом в состоянии опьянения Это, собственно, само управление в состоянии опьянения Отказ от медицинского свидетельствования на состояние опьянения И употребление спиртных напитков, либо наркотических средств после ДТП Или после того, как транспорт установлен сотрудником полиции Ну и третья группа правонарушений, на которой также скидка не распространяется Это ДТП, повлекшее телесные повреждения Легкие, средние тяжести, вред здоровью Давайте еще напомним нашим слушателям Вот какой срок отводится на то, чтобы погасить новый штраф Ну, не дай бог, он пришел, тем не менее, такое бывает Вот какой срок без скидки уже, мы говорим Я должен оплатить все и жить спокойно Если взять такую некую хронологическую, хронографическую шкалу То с момента вступления в законную силу В течение 60 дней штраф должен быть оплачен лицом, которое привлечено к административной ответственности Вот если мы говорим о скидке, то скидка возможна в течение 20 дней с момента вынесения постановления Соответственно, после того, как постановление выносится Оно в течение трех дней должно быть направлено лицу, привлеченному к административной ответственности После его получения идет 10 суток на вступление в законную силу постановления Если человек не обжаловал его, согласен с этим Значит, с течения 10 суток с момента получения идет еще 2 месяца на добровольную оплату штрафа Вот, допустим, я 20 дней там как-то не оплатил, забыл, 60 дней прошло, я опять забыл Что дальше? Что меня ждет? Какое наказание? Дальше уже вступают нормы, регламентирующие принудительное исполнение штрафов Соответственно, у должностных лиц после истечения этого срока есть 10 суток Для направления постановления, штраф по которому не был оплачен На принудительное исполнение в подразделении службы судебных приставов И приставы уже принимают меры к принудительному взысканию штрафов Используя свои меры Ну вот, я знаю, что когда я, например, нахожусь в аэропорту При пересечении границы, я, хотя законопослушный гражданин Тем не менее, думаю, а вдруг я там что-то должен, вдруг я что-то забыл Такой холодок у меня бывает, когда я прохожу таможенный досмотр Вот напомните еще, чем чревата ситуация неуплаты штрафа В аэропорту я напомнил, как еще судебные приставы могут нас найти, как они могут нас наказать? Ну, на самом деле, санкции начинаются даже еще не с судебных приставов Потому что должностное лицо, которое направляет постановление приставов Оно правомощно привлечь неплательщика административной ответственности за неуплату срок административного штрафа Это часть 1 статьи 20.25 КОА Это также является административным правонарушением неисполнение своей обязанности по уплате штрафа Который влечет, опять же, наложение штрафа в сумме, в двойном размере от суммы неуплаченного административного штрафа Но не менее 1 тысяч рублей Также за это правонарушение предусмотрен административный арест на срок до 15 суток Либо обязательно работы до 50 часов Я знаю, что вот Госавтоинспекция и служба судебных приставов проводят совместные рейды Как часто эти рейды проходят? Где, в общем-то, можно ждать засаду автомобилистам? Скажите, пожалуйста, раскройте секрет Как таковые рейды, наверное, уже на сегодняшний день не настолько эффективны Потому что останавливать всех подряд, проверять у всех подряд документы тоже может быть... Бессмысленно Бессмысленно, да В наш век информационных технологий, когда мы сейчас фактически имеем возможность наблюдать за передвижением огромного количества транспортных средств В том числе транспортных средств, на которых совершались административные правонарушения Мы имеем возможность выявить, где эти транспортные средства передвигаются И целенаправленно, как раз о чем я говорил, в отношении определенной категории граждан, злостных, неплательщиков Имеет он возможность применить определенные меры, да И когда транспорт будет остановлен, останавливается нашими сотрудниками Мы имеем возможность убедиться, что за рулем именно тот человек, который нас интересует Тут уже вызываются судебные приставы И вплоть до ареста, задержания транспортного средства Изъятия его и последующей реализации Но все-таки должно быть решение суда, я правильно понимаю, или нет? Нет, в этой ситуации нет В этой ситуации нет Вот если не выпуск за границу, там решение суда должно быть? Решение суда в случае, если это постановление не наложено судом То есть если штраф вынесен судом, здесь решение суда дополнительного не требуется Хорошо, я слышал, такой есть комплекс интересный, дорожный комплекс Так и называется, дорожный пристав Что это за комплекс, расскажите? Это инструмент все-таки больше, который использует служба судебного пристава Мы же в нашей деятельности как раз по отслеживанию интересующей категории граждан Водители используем систему автоматической фиксации правонарушений Камеры этой системы, да, а также систему безопасный город Которой оснащены многие дома установлены, подъезды и так далее С помощью этих систем мы как раз имеем возможность выявить правонарушителя Понять, кто должен Спасибо, мы скоро продолжим нашу беседу Вместе за безопасность Это Дорожное радио, напомню, у нас в гостях начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности Полковник полиции Андрей Борисович Клименко Мы обсуждаем этим утром тему, в общем-то, взаимодействия госавтоинспекции судебных приставов Но и не только говорим вот на эту тему Тем не менее, важный момент, как обжаловать постановление в случае ошибки Наверняка такие ошибки случаются, имеют место быть, как говорится Конечно, и практика показывает, что действительно граждане пользуются своей возможностью обжаловать штрафы На сегодняшний день законодательство предусматривает возможность обжалования вынесенных постановлений Жалоба может быть подана заинтересованным лицом высшестоящим должностному лицу Либо в суд по месту совершения административного правонарушения Пару слов хочу сказать, что на сегодняшний день идет работа по законопроекту Который будет предусматривать возможность обжалования штрафов за правонарушения Вынесенные с использованием средств автоматической фиксации В электронном виде с помощью портала государственных и муниципальных услуг Это еще законопроект? Да, это законопроект Хочется надеяться, что он в ближайшее время будет реализован А в чем там принцип? Расскажите подробнее Принцип в том, что лицо, которому вынесено постановление о наложении административного штрафа И сейчас как раз эти постановления выносятся в форме электронного документа Может быть это постановление направлено ему, копия постановления С использованием личного кабинета на портале государственных и муниципальных услуг То есть не задействуя почту России Соответственно у человека имеется возможность оперативнее узнать О наложенном штрафе, оперативнее при желании его оплатить Воспользовавшись скидкой, опять же Либо в случае несогласия с вынесенным постановлением Своевременно его обжаловать Жалоба также может быть подана с использованием этого же личного кабинета Не нужно будет не писать бумагу, не ходить на почту Не тратить время, средства и так далее Взаимодействие между органами и гражданами будет осуществляться в электронном виде Андрей Борисович, а где можно узнать, что штраф у меня висит Как говорят в народе На сегодняшний день существует несколько источников Которые достоверно предоставляют информацию о наложенных штрафах В первую очередь это госуслуги, которые берут информацию непосредственно Из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Куда информация о штрафе поступает от всех органов, которые выносят постановление Также информацию о штрафе можно получить на официальном сайте госавтоинспекции По свидетельству регистрации и госрегизнанку транспортного средства Любой владелец автомобиля может увидеть, выносилось ли на него какие-то постановления Ну вообще стоит регулярно проверять, есть у вас штрафы или нет, мне кажется Можно не проверять, можно подписаться на госуслугах на автоматическое уведомление И штрафы будут приходить на электронную почту И все это удобно Оплачиваете в течение 20 дней и получаете 50% скидку Замечательно Вместе за безопасность Напомню, сегодня тему ток-шоу можно обсуждать в официальных группах Дорожного радио Вконтакте и Фейсбуке Также у нас есть WhatsApp, можете писать нам по номеру Плюс семь девять ноль девять ноль семь пятнадцать сорок четыре И еще телефон, по которому с нами можно связаться Шестьсот двадцать тридцать семь семь лисит код Москвы четыре девять пять И кстати, у нас есть телефонный звонок Прошу вас надеть наушники, чтобы вы услышали человека, который задает вопрос Пожалуйста Доброе утро, меня зовут Александр А правда ли, что остановить гражданина и взыскать с него штраф Можно только в рабочие дни с восьми до двадцати двух часов И только по территориальному принципу? Вот такой вопрос Только в рабочие дни В выходные езжай куда хочешь, отдыхай тут всех Ну, не знаю откуда взялось такое предубеждение Потому что сотрудники государственной инспекции работают круглосуточно У нас предусмотрено ежедневное круглосуточное несение службы Мы присутствуем постоянно И на дорогах в том числе Соответственно, остановить водителя можно в любое время И если сотрудник увидит, что у него неоплаченный штраф Он также в любое время может его привлечь к административной ответственности За то же правонарушение, которое я озвучил в 20.25, часть 1 За неуплату штрафа Единственное, что здесь, конечно Если это злостный правонарушитель То, учитывая, что в выходные дни суд не сможет рассмотреть Это правонарушение Если будет принято решение применить административный арест Тогда придется отложить до рабочего дня Ну, в общем, в выходные некоторые работают Не все отдыхают Давайте еще один телефонный звонок примем Доброе утро! Меня зовут Катя Я периодически вижу в СМИ информацию о задержании водителя С десятками неоплаченных штрафов на сотни миллионов рублей А тут бывает, ты даже за 500 рублей перенервничаешь Отслеживать для таких серьезных нарушителей неплательщиков Ведь проще же найти одного такого, чем ловить десятки мелких Да, бывают случаи, когда человек должен условно 150 тысяч рублей Его остановили и он тут же оплатил Такие милые сообщения попадаются, очень приятно Да, но единственное, я немножко скорректировал бы Потому что сумма в сотни миллионов рублей Административных штрафов за правонарушение в области дорожного движения Меня немножко напрягла На моей памяти таких Такого быть не может Настолько злостных, наверное, нет Но 150, там 200 тысяч, это легко Да, но я уже озвучил, что у нас на сегодняшний день Есть такой пул злостников 12 тысяч У которых свыше 100 неоплаченных штрафов Если брать сумму, то свыше миллиона рублей Вернее, свыше миллиона рублей, да Таких 180 человек, порядка, да Но если брать от 100 до миллиона Их порядка 15 тысяч От 100 тысяч до миллиона Да, от 100 тысяч до миллиона Их еще раз сколько? Около 15 тысяч Около 15 тысяч человек Хорошо, мы спрашивали наших слушателей во ВКонтакте И в Одноклассниках задавали вопрос Когда вы оплачиваете обычно штраф? Исключительно в льготный период? Или когда придется? И вот большинство наших слушателей и зрителей А мы ведем в том числе и трансляцию в YouTube-канале Дорожного радио Сказали, что исключительно в льготный период Ну, по-моему, здесь все естественно Потому что приятнее платить в два раза меньше Ну, и статистика это подтверждает Как я уже сказал, больше 70% оплачивают в этот период Спасибо В гостях у нас сегодня побывал начальник отдела обеспечения Правоприменительной деятельности Полковник полиции Андрей Борисович Клименко Благодарю вас С наступающим Новым Годом Спасибо Взаимно вам всего хорошего Безопасных дорог Дорожное радио представляет Вместе с безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров